Повышение эффективности образовательного процесса в школе является одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания общего образования. Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школ, учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее эффективных форм проведения образовательного процесса. Методическое объединение учителей в нашем районе стало традиционным и проводится в конце школьных каникул на базах разных школ. Перед началом нового учебного года очередное методическое объединение прошло в Кашхабльской школе номер один. Основной темой для обсуждения педагогов была одна – это ключевые цели и задачи развития образовательной системы на 2016-2017 годы. Педагоги-предметники были разделены по секциям. В этот же день в зале администрации района прошло традиционное августовское совещание педагогических работников, в ходе которого были подведены итоги прошедшего 2015-2016 учебного года и определены цели и задачи на предстоящий учебный год. ПЕСНЯ Воспитателей мы славы! В этот светлый день поздравим! Ох, работа нелегка! Вы надежная рука! Нынче четверть должны воспитатели страны, пусть мечты их воплотятся, в пыль и сказки превратятся. ПЕСНЯ Старенью и годом вопреки за старшими идут ученики, идут года, вращается земля, растят учеников-учителя. ПЕСНЯ Учитель, какое прекрасное слово, оно нашей жизни, свет и основа, сияет для нас путеводной звездой и в мир новых знаний ведет за собой. ПЕСНЯ Учитель, какое высокое слово, его повторяем мы снова и снова. Наш старший товарищ, наш искренний друг, он ключ открывающий кладезь наук. Можно в жизни всему научиться воплотить много новых идей, но учителям нужно родиться, чтобы жить на земле для детей. ПЕСНЯ Первый день с тебя и последний звонок. Так походят они за днями, кажется, лишь вчера был ваш первый урок, но уже вас зовут ветеранами. ПЕСНЯ Не стареют душой ветераны, и пускай пролетают года. Мы зерны нашей юности слаб, потому что душа молода. За школу вы болеете душой, во все дела вникают досконально, и твердых директорской рукой руководите нами гениально. С вас, достойных и красивых, мы пример готовы брать. Будем мы трудиться сами и успеха достигать. В работе совещания приняли участие глава района Заор Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник управления образования Косей Киргашев, работники администрации района, главы сельских поселений, ветераны педагогического труда, председатели профсоюзных комитетов. Традиционно в августовском совещании приняли участие учителя-предметники, директора школ ЗАУЧИ. С докладом «Ключевые цели и задачи по развитию образовательной системы муниципального образования Кашхабльский район» выступил начальник управления образования Косей Киргашев. Хочу вас ознакомить о проделанной работе на 2015-2016 учебный год по предоставлению общедоступного дошкольного образования муниципального образования Кашхабльский район. Выполняя указ президента Российской Федерации 7 мая 2012 года, номер 599.2а, достижение к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет муниципального образования Кашхабльского района выполнено на 100%. Для реализации этого указа было проведено ряд мероприятий, значит стопроцентная выполнена дорожная карта по доступности детей от 3 до 7 лет. В этих целях проведена реконструкция пустующего здания муниципального образования Кашхабльского района Кашхабльского района 13, село Угольное, открыты 2 группы на 60 мест. Значит, сумма затрачена на эти мероприятия 7 миллионов 42 тысяч рублей. Проведена переломировка помещений и открыта одна группа на 25 мест муниципального образования Кашхабльского района 12, аулы Ходс. Проведен капитальный ремонт дошкольного образования учреждения людей с поселка Дружба. Не просто капитальный ремонт, но еще приобретенный полностью мягкий инвентарь. Далее слово предоставили главе района Зауру Хамирзову. По дошкольному образованию в районе была проблема обеспечения всех в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах. В этом году она успешно решена. Наверняка многие знают, что по Вольнскому садику удалось войти в программу. Было введено дополнительно 60 мест, был отреставрирован старый корпус детского садика в очень хорошем сейчас состоянии. То же самое по дошкольному образовательному учреждению 12-м аулы Ходс. Дополнительная группа была создана на 20 мест. Но самоуспокаиваться не надо. Основная проблема в Кашкабульском районе, я вижу, это проблема демографии. Хотя сейчас, на 2016 год, и есть рост количества детей, но количество первоклашек по сравнению с 2015 годом, оно не намного, но уменьшилось. И основная проблема, которую я вижу, это демография, заполняемость 10-11 классов. Стремиться к хорошему образованию, это наша с вами обязанность, чтобы наши дети получили нормальное образование. В плане обеспечения материально-технической базы мы стараемся делать все, что от нас возможно. Абсолютно во всех программах, в которых участвует Республика Адыгея, мы тоже участвуем. В заключении, я хотел бы сказать, что вот предыдущие три дня я побывал в каждой школе, в каждом садике и постарался зайти в каждый кабинет. Хотелось бы вас всех поблагодарить за ту работу, которую вы проделали очень достойно. Я, честно говоря, не сомневался в другом. Да, кое-где есть кое-какие проблемы, но они везде и всюду решаются. Вот в преддверии 1 сентября я хочу вас, вернее, всех нас поздравить с этим наступающим праздником. Для нас, для меня лично, это мой профессиональный праздник. Здоровья, счастья, успехов, всего самого наилучшего. Спасибо. Со словами поздравлений к присутствующим обрадился председатель СНД Александр Брянцев. Буквально с этого дня начинается старт нового учебного года. Все мы по поручению главы, несомненно, разденемся по школам, скажем еще теплые слова вашей коллектива, присутствии детей и родителей. Но сегодня, находясь в этом зале, трудно удержаться, чтобы не сказать какие-то хорошие, добрые слова и вам. Удачи вам в начале нового учебного года. Счастья, благополучия, хороших учеников. И хочу еще сказать, чтобы, когда мы будем подводить итоги уже этого года, мы услышали больше позитива и вместе с вами радовались успехом и достижением вас и ваших учеников. Удачи вам в начале нового учебного года. В ходе обсуждения доклада были заслушаны ряд педагогических работников. Главной задачей российской образовательной политики является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным перспективным потребностям личности, общества и государства. Проблема качества образования волнует не только Россию, но и все мировое сообщество. Многие развитые страны обеспокоены современным состоянием образования, предпринимают попытки повысить качество. Острота вопроса условлена прежде всего глобальными проблемами человечества, изменяющими условия жизни и требованиям современности. Для того, чтобы не утратить достижения российской школы при всех изменениях в общем образовании, создать условия для самореализации и развития личности, необходимо обеспечить управление качеством образования на всех уровнях. Субъектами образовательного процесса являются руководители школы, ученики, учителя, родители. Для согласованности их действий и успешного достижения образовательных целей, оптимальными путями прономерно ставить вопрос об управлении образовательным процессом. Администрация школы находит пути повышения качества образования на основе результатов внутришкольного контроля, анализа результатов образовательной деятельности, полученных мониторинговыми исследованиями. Эффективность работы всего педагогического коллектива зависит от слаженного начала учебного года. С этой целью руководство школы готовит электронный пакет необходимых документов с графиками отчетов, формами отчетов, методическими рекомендациями, планами работы по различным направлениям. Осуществить качественную подготовку к экзаменам, вернее к экзаменам, так как мы сдаем до русского языка еще экзамен по литературе, сочинение, являющееся допуском к государственной итоговой аттестации. В своей работе я использую активные педагогические технологии, в принципе всем известные. Эффективным, конечно, является работа, прозвучавшая вот ранее, элективных курсов. В прошедшем учебном году у меня был элективный курс по русскому языку, элективный курс по литературе. Была организована индивидуальная работа, позволившая выявить уровень знаний учащихся и сформировать группы с одинаковой степенью обученности. С сильными учениками мы повторяли только те правила, на которые они допускают ошибки, а со слабыми повторяли или пытались повторять все орфографические и пунктационные правила. В завершение официальной части замначальника управления образования Эмма Пиштикова зачитала рекомендации августовского совещания. Управление образования администрации муниципального образования Пиштиковский район обеспечить выполнение, исполнение плана деятельности по реализации указов президента Российской Федерации за номером 598, 599, 601 от 7 мая 2012 года и основных направлений деятельности правительства Российской Федерации наперед до 2018 года. Реализацию ФГОЗ дошкольного образования, ФГОЗ начального общего образования, ФГОЗ общего образования, основного общего образования. Введение ФГОЗ ОВЗ, увеличение доли общеобразовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, обеспечение достижения школьниками муниципального образования Пиштиковский район новых образовательных результатов, расширение потенциала системы дополнительного образования детей, увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста до 75%. В заключении глава Реона Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник управления образования Косея Киргаша, вручили почетные грамоты наиболее отличившимся педагогическим. Продолжение следует... Продолжение следует...